Женя, забирай палочку. Удачи. Эль, спасибо тебе огромное за такую подводку под меня, потому что твой последний слайд, который, к счастью, ты успела показать, он как раз про то, о чем я собираюсь говорить 40 минут и отвечать на вопросы, потому что я буду говорить вообще про то, что с одной стороны вроде как есть, но с другой стороны это потрогать вообще невозможно. И поэтому спасибо тебе огромное. И не будет никаких инструментов, которые там анонсировала Эля, что типа вот, возможно, я об этом расскажу. Об этом весь день сегодня всякие разные спикеры рассказывали, поэтому я ничего не расскажу. Я буду только рассказывать про внутренние коммуникации и почему мы считаем, что это базовый элемент управления. У меня такая вот следующая картинка, милые мужики в очках на которой. И я сейчас попробую переключиться в экран с трансляцией для того, чтобы посмотреть, смогу ли я отвечать на ваши вопросы, увидеть ваши ответы. Нет, не смогу. Поэтому давайте вы сейчас просто… Мы будем диктовать тебе. Да, попробуйте подумать, что этих милых мужиков в очках, кроме лысины и милости, и очков, может объединять. Вот прям такая буквально вам две секунды поразмышлять, какие у вас рождаются ответы в голове. А те, кто у нас в трансляцию включены, может быть, вы попробуете ответить мне вслух. Марина, у тебя есть гипотеза, что этих людей объединяет? То, что они мужики. Ну, это очевидно. Не будет перед данной очевидностью. Отбрасываем сразу, что они мужики, что они лысые и что они в очках. А-а-а. Что их объединяет? Вот они все… Да, вот возраст их объединяет. Это не я. Это уже комментарии пошли. Они все красавчики. Ага, еще какие гипотезы. Сейчас мы… Улыбка их всех объединяет. Сосредоточенный взгляд. Слушай, ну у нас мафиозник такой неулыбчивый. Ну, у него такая внутренняя улыбка. Да, и он с волосами, кстати. Харизма. Мне кажется, что это влиятельный просто… Эльвировый прелесть – много полезностей. Это, судя по всему, тоже относится… Марина Евгеньевна, ты давай все-таки не все подряд читай, ты уже фильтруй немножко. Я понимаю, что ты тут с шести утра. Мудрость. Мудрость. Это я прямо не все читаю, но то, что касается мужиков, читаю. Они на нас смотрят. Они на нас смотрят. Смотрите, не буду вас больше мучить. Этих людей объединяет то, что они принадлежат к некоторому сообществу. Будь то буддийский монах, будь то пастор, будь то вождь племени, будь то представитель мафиози. Они все принадлежат к определенному сообществу. И если вас сейчас спросить, какому они сообществу принадлежат, то вы безошибочно, в общем-то, сможете ответить. И все эти сообщества характеризуются одной очень простой штукой. Очень мощной внутренней корпоративной культурой, на основе которой построен, вот вообще, если так можно сказать, весь их бизнес. Все объединение вокруг какой-то идеи, вокруг какого-то человека. И то, о чем я собираюсь с вами сейчас говорить, это про культурный код. Про культурный код организации. Если мы с вами подумаем про культурный код, например, нации, то, что является таким культурным кодом для нации. Как правило, это язык, на котором все говорят. Это историческая память. Мы помним, какие события с нами происходили, и как мы стали такими, какими мы стали. Это национальный костюм, который, может быть, мы до сих пор уже не носим, но мы все равно понимаем по костюму, к какой нации принадлежит этот человек. Это традиции культурные. И вот эта совокупность данных, она формирует культурный код. И в организациях этот культурный код точно так же существует. И вот за создание и сохранение этого культурного кода у нас как раз отвечают внутренние коммуникации. И если посмотреть на определение, что это такое, то внутренние коммуникации – это совокупность коммуникаций, которые могут быть письменными или устными, непосредственными или виртуальными, личными или групповыми. И они пронизывают нашу организацию сверху вниз, снизу вверх и по горизонтали. И вообще это одна из основных задач любой организации – пронизать ее связями. И хорошая внутренняя коммуникация, она позволяет установить взаимодействие между людьми, которые находятся внутри организации, распределить ответственность. Но вообще это, если говорить с точки зрения бренда-работодателя, то ключевая задача – это про то, что любите нас и будьте с нами, пусть вам будет вместе с нами хорошо. Давайте посмотрим на элементы, из которых состоит матрица внутренних коммуникаций, что это такое, что это себя включает. У нас есть сами, понятно, уже онлайн и оффлайн в коммуникациях. Это такие поля, в которых мы находимся. У нас есть внешнее информационное поле, которое влияет на нашу внутреннюю коммуникацию. И какие же элементы мы можем использовать. Вот Эля уже говорила про информационные доски проектные, могут быть информационные доски организационные. Это то, с чего, в общем-то, у нас начиналось. Есть неформальные встречи, они могут быть индивидуальные, групповые. И под неформальными встречами мы здесь понимаем, люди вместе в офисе попели чай, они вместе пошли на обед. И в этот момент они могли болтать о чем угодно, но и в том числе и о работе. И это то, что позволяет выстраивать эти связи, которые пощупать невозможно. Существуют формальные индивидуальные встречи, например, диалог о развитии карьеры, диалог о достижении целей, обратная связь, дисциплинарная беседа, все что угодно. Формальные групповые встречи, когда у нас собираются вся организация, когда у нас собираются проектные команды, когда у нас могут собираться межфункциональные команды, например, проектная, бухгалтерия и руководители организации. У нас есть с вами социальные сети, и они могут быть как внешними, так и внутренними. Например, может быть закрытая группа в Фейсбуке. Вот, например, у нас есть закрытая группа в Фейсбуке для сотрудников организации, которая является такой базой знаний, куда мы собираем всю необходимую и интересную для нас информацию, ее там аккумулируем по категориям. Но об этом уже более подробно будет говорить моя коллега Инга в следующей презентации. Чаты организационные. У нас, например, мы выбрали, что это будет чат в Фейсбуке, и мы пользуемся чатом в Фейсбуке, и у нас есть общий чат, и есть чат подразделений. Документы. Документы могут быть у нас формальными и неформальными. Например, к формальным документам у нас относятся должностные инструкции, приказы, распоряжения, официальные регламенты. Но при этом у нас могут быть зафиксированы неформальным образом, например, ценности организации, миссии организации. Это все является документами. Сайты. И сайт у нас, как правило, это внешний источник информации для внешних пользователей, но при этом мы сотрудников тоже отправляем на сайт для того, чтобы они могли посмотреть, что происходит в организации, для того, чтобы они имели общую картинку. Электронная почта. Корпоративный портал. Вот мне вот интересно, у кого-нибудь есть корпоративные порталы, внутренние сайты? Поставьте, пожалуйста, плюсики в комментариях. А, Марин, прокомментируй мне, что там люди отмечают, есть или нет. И сетевые диски – это то, что позволяет нам хранить информацию структурированно, чтобы она была доступна всем сотрудникам, чтобы она аккумулировалась в организации. И вот в сетевых дисках очень важно, чтобы была понятная структура хранения информации, чтобы она интуитивно была понятна. Марин, чего там? Ничего не отвечают, судя по всему, нет. Или уже никто не может попасть в клавишу пальцем? В клавишу плюсик уже не попадают, потому что… О, плюсик есть. Один плюсик есть. У кого-то точно есть. Отлично. Это в Крыму, такие прогрессивные. Когда сегодня презентовали про CRM и на примере Битрикса. Вообще Битрикс построен как раз на истории внутреннего корпоративного портала, на котором вы можете не только ввести CRM-систему, но и организовать корпоративный портал. Мы, например, Битриксом пользуемся. Еще один плюсик. Двое есть. Прекрасно. И ситуация, которая у нас сейчас сложилась вот с COVID-19, все наши оффлайн-коммуникации, они перекочевали в онлайн. И, с одной стороны, это к этому все шло. Та самая диджитализация, цифровизация, о которой все так долго говорили, она вынужденно случилась. И сейчас, после того, как ситуация каким-то образом разрешится, мы все равно не вернемся полностью в оффлайн, будет уже часть каких-то встреч, которые традиционно проходили в оффлайн-формате, мы будем понимать, что их эффективнее привести в онлайне, и эта часть встреч останется в онлайне. Но часть все равно перекочует в оффлайн, и нужно очень четко сейчас как управленцы нам понимать, что должно остаться в онлайне, а что мы должны вернуть в оффлайн и понимать в этом ту ценность, которую мы сейчас не имеем в коммуникации. Почему мы говорим о том, что внутренняя коммуникация – это базовый элемент управления? Вот у вас сейчас перед глазами управленческий цикл классический, который включает в себя следующие функции менеджмента – это планирование и организация процесса, мотивация сотрудников, контроль исполнения, достижение цели, обучение и развитие персонала и управленческая коммуникация, которая это все, в общем-то, у нас объединяет. И если мы с вами посмотрим на каждую из этих функций, то мы увидим, что, например, фиксация стратегических целей организации – это то, что работает как раз на создании корпоративной культуры, на то, чтобы все понимали, куда мы движемся, зачем наша организация существует, каких целей мы хотим достигнуть, организационные регламенты и процедуры – это то, что до сотрудников должно быть доведено, то, что они должны знать и то, чем они должны пользоваться. Программные документы, которые мы с вами создаем в реализации программы – это тоже штука, которая направлена на то, чтобы мы понимали, как программа работает, какие у нее цели и задачи стоят. Если говорить про мотивацию, то внутренние коммуникации нам позволяют в первую очередь повышать вовлеченных сотрудников в жизни организации, и это то, что нам позволяет демонстрировать признание и празднование успеха, и это то, что обычно всегда всем нравится, и все люди этого ожидают. Если говорить с точки зрения контроля, то внутренние коммуникации нам позволяют мониторить вообще, как мы достигаем поставленных целей, давать обратную связь, необходимую, корректирующую, либо поддерживающую, и фиксировать результаты. И с точки зрения обучения и развития, здесь у нас есть такие штуки, как тренинги внутренние, целью которых является не только развитие определенных навыков, но и поддержание внутренней корпоративной культуры. Командные сессии, индивидуальное развитие, такое очень наставничество, через которое мы тоже можем транслировать организационные сообщения, ключевые и так далее, и диалог развития карьеры. Но об этом вот подробно Инга тоже расскажет в своей презентации вот об этом элементе. Что очень важно помнить и держать себе в голове, когда мы говорим про внутренние коммуникации. Это правило 3П, которое обычно применяется во внешних коммуникациях, но во внутренних оно работает также прекрасно. Они должны быть очень простые, то есть все сотрудники должны иметь доступ к этой коммуникации. Те каналы, которые мы выбираем, донесение информации, у сотрудников к этим каналам должен быть доступен. Ну, например, мы решили, что у нас будет внутренний портал, который мы из бесплатной версии перевели в платный, потому что нам нужен расширенный функционал. И так как мы решили сэкономить, мы решили купить не 10 лицензий на каждого сотрудника, а мы купили 5 лицензий и решили, что люди будут по очереди заходить и пользоваться этим порталом. Но случилась у нас самоизоляция. Мы оказались все на удаленке, и получается, что у сотрудников пропала возможность получать доступ к информации единовременно. И это уже усложняет процесс. Или, например, у нас вся информация хранится на сетевых дисках. Это удобно для того, чтобы все сотрудники могли пользоваться едиными файлами, чтобы информация не дублировалась и так далее, чтобы она аккумулировалась. Но когда мы ушли все на удаленку к сетевым дискам, доступ пропала, и мы должны обеспечить доступ к сетевым дискам для того, чтобы у каждого рабочий процесс сохранился. И вот это такой вот важный момент. Мы должны понимать, какой инструмент мы берем для внутренних коммунитаций и сможем ли мы этот инструмент использовать в разных ситуациях. Следующий АП – это понятно. Обычно говорят, объясни так, чтобы было понятно бабушке. Но я решил, что нужно объяснить так, чтобы было понятно дедушке. И мы всегда, когда пишем письма внутренние, когда мы создаем регламенты и процедуры, когда мы пишем ценности организации, вот нужно проверять на то, что понятно это или непонятно. Потому что как автор я понимаю, какую идею туда закладываю, но как получатель этой информации, возможно, мне не всегда будет это все очевидно. И третье АП – это по делу. Что каждое сообщение, которое мы транслируем на всю организацию, оно должно быть по делу. Потому что если мы начнем в корпоративном чате устраивать флут, то этот корпоративный чат перестанет внести свою функцию ключевую для несения важной корпоративной информации. Если мы будем в переписке писать и по делу, и не по делу, то переписка превратится в непонятно на что. Вот это беда, знаете, всех, например, в WhatsApp-чатах, когда под какую-нибудь конференцию создается чат, и организатор пишет, пожалуйста, отвечайте на наши вопросы в личных сообщениях, чтобы людей не замучить. И в этот момент начинается, о, всем привет, здрасте, как дела? И это начинает всех раздражать. Все помнят, наверное, историю с родительскими чатами. И все в этот момент ржут. Но когда это переходит в рабочий контекст, и мы сами начинаем это делать, почему-то все забывают о родительских чатах, и это печально. Поэтому в коммуникациях у нас все должно быть четко и по делу. И важный постулат во внутренних коммуникациях – это про то, что каждый понимает в меру своей испорченности. Как бы хорошо мы с вами не подготовили коммуникацию, как бы хорошо мы не выбрали с вами канал донесения информации до наших сотрудников, мы должны с вами понимать, что каждый сотрудник понимает информацию по-разному. И один из важных моментов – это то, что сотрудник разного времени пребывания в организации по разному информацию воспринимает и по-разному участвует в создании внутренней информации. Если мы возьмем сами сотрудника, который недавно пришел в организацию, это может быть не только сотрудник, это могут быть наши волонтеры, то это по большому счету такой белый лист, который знает очень мало об организации, о внутренних процессах. Ему постоянно нужна помощь в том, чтобы найти информацию и правильно ее интерпретировать. Но когда сотрудник у нас уже проработал некоторое время, он освоился в организации, то правило он уже неплохо ориентируется в основном массиве данных, понимает, как устроены процессы коммуникации, понимает, где какую информацию взять и за помощью обращается только в ситуации, когда он с таким еще не сталкивался или впервые с таким запросом он столкнулся и он не знает, где такую информацию взять. Сотрудники, которые у нас проработали полтора года и до трех лет, они уже, как правило, прекрасно ориентируются в том, что происходит в организации, соответственно, помнят то, что было с момента их прихода в организацию до сегодняшнего дня, и поэтому слепой зоной для них остаются исторические моменты, которые были до них. И им требуется, если потребуется знание, это, например, для написания заявки на грант, подготовки презентации, то, как правило, сотрудникам необходимо будет обратиться к более опытным для того, чтобы понять, вот, а что это, где это и как. И эти сотрудники, как правило, начинают уже выступать инициаторами информации, они начинают предлагать что-то оптимизировать, что-то переработать и так далее. Ну и самые ловкие сотрудники по потреблению внутренней информации, это, конечно, те, которые проработали более трех лет в организации, они легко ориентируются в информации, легко ее генерят, понимают то, что было написано между строк, понимают интонацию, с которой это сообщение было написано, понимают какие-то внутренние шуточки и так далее. В общем-то, это вот то, что было важно знать про сотрудников, что мы должны изначально держать себе в голове, что одну и ту же информацию разные сотрудники будут понимать по-разному. И еще один важный момент – это про внутренний бренд коммуникации, про наш организационный бренд, про то, как мы должны это транслировать не только во вне, но и внутри. В базе, конечно, у нас должен с вами быть бренд-бук. У большинства организаций на данный момент уже существуют логотипы и даже элементы фирменного стиля. Было бы неплохо, чтобы в организации было описано, как используется логотип, как используются элементы фирменного стиля, для того, чтобы сотрудники понимали, как правильно, как неправильно, когда должен стоять наш логотип, когда он не должен стоять. И когда вот этот бренд-бук у вас будет, это может быть буквально инструкция на две страницы с примерами и так далее. Но это очень сильно облегчит жизнь, и это приводит, как правило, к тому, что это начинает активно использоваться внутри организации фирменного стиля. Например, мы вот там изготавливаем даже мерч определенный с нашими логотипами или хэштегами. Это то, что влияет на формирование внутренней культуры, это то, что сотрудников соединяет с организацией. И для того, чтобы, например, облегчить нам создание симпатичных презентаций, как, например, вы сейчас видите, у нас есть единый доступ к конве, которая позволяет создавать шаблоны, которая сохраняет элементы корпоративного стиля. И дальше уже сотруднику легко и непонужденно можно сделать свою презентацию на свою тему, но при этом она будет в корпоративном стиле. Например, вот Инга будет после меня выступать, и мне тоже будет презентация сделана в нашем шаблоне, и вы заметите, что такой вот сквозной линией мы держим наш фирменный стиль. Если вот вы, например, обратите внимание на логотип на наш, у нас вот такая вот появилась во время кризиса к нему прибавочка, будь дома, будь эффективным, для того, чтобы с одной стороны сейчас поддержать наших сотрудников, с другой стороны поддержать наших партнеров, продемонстрировать, что самоизоляция – это не так страшно, это позволяет все равно нам быть эффективными. И мы вот, когда вы запускали серию вебинаров, у нас этот уже вот элемент к логотипу использовался. Когда мы во всех наших там сейчас коммуникациях это используем, в рассылках и так далее. Это то, что касается вот бренд-бука. Продолжение следует...